Обучение социальных координаторов началось в Хабаровском крае. В Хабаровск приехали специалисты со всего Дальнего Востока. Эта служба будет заниматься оказанием помощи ветеранам и семьям участников специальной военной операции. Все подробности в следующем материале. Создать службу социальных координаторов в каждом регионе поручил президент страны во время обращения к Федеральному собранию. Новая структура будет оказывать индивидуальную помощь ветеранам и семьям участников СВО в решении разных вопросов. Это предоставление мер соцподдержки, содействие в трудоустройстве, решение бытовых проблем, организация медпомощи. На обучение в Хабаровский край приехали более 300 человек со всего Дальнего Востока. Я вам хочу пожелать внимательности и главное ни в коем случае не стеснения задавать как можно больше вопросов, потому что нам эти задачи действительно предстоит реализовывать вместе. Среди будущих координаторов – соцработники, вдовы бойцов, сотрудники медицины и образования, а также просто неравнодушные люди. Елена Мурзина приехала из Абайкальского края. Ее сын – доброволец СВО. Сама Елена представляет в своем регионе комитет семей воинов Отечества, который уже помогает семьям мобилизованных. В основном это жены мобилизованных обращаются. Много есть обращений по оформлению каких-то социальных выплат через САГАС. Это и форма 100, когда теряется. Много по выписным документам. С подобными вопросами семьи участников СВО раньше обращались в центры семей поддержки мобилизованных, которые действовали на базе МФЦ и центров соцподдержки населения. Сейчас комплексной помощью будет заниматься отдельный орган. В каждом субъекте есть свои возможности, есть свои нюансы по работе. Они где-то отличаются. То есть здесь сегодня это служба единая. И поэтому социальные координаторы набраны в каждом субъекте, но будут обучены по единым правилам. Будущие соцкоординаторы уже прошли обучение дистанционно. В течение четырех дней на очном этапе им расскажут об обязанностях и полезных технологиях. Также специалисты пройдут психологическую и юридическую подготовки. Он должен уметь выстроить взаимодействие между обратившимся к категории, которая попадает под эту деятельность, и структурами, которые решают те или иные вопросы. Официально фонд соцкоординаторов регионов начнет работать с 1 июня. Однако повышать свою квалификацию специалисты будут и дальше. Федеральные структуры проведут для них вебинары, а в начале августа координаторы снова соберутся в Хабаровске для дальнейшего обучения.